Ре. Вис Этерс Ирте. Все равно, ну как бы. Нет, ну как, ну смотришь там, вот сейчас юбилей был, посмотрел фотки, ой, ёхай, да. И там, ну какие-то вот моменты, кто-то такие вспоминает, кто-то другие вспоминает. Сейчас недавно кому-то что-то рассказывало, что-то там про самолеты говорили. Я говорю, да, вот эти самолеты кто-то, вот посмотрите в это окно. Я говорю, вот из Бразилии в Перу или туда, или обратно летели эти рисунки, эти в горах, это Макчу-Пикчу, эти где эти вот все. Вот там за окном это, и все туда к этим люкам, и самолет. Что про Тихонову можете сказать все-таки? Вы считаете великим тренером? Ну, конечно, я считаю, потому что сейчас, конечно, когда я был игроком, как бы обиды были, ну в том смысле, что вот нас на сборах держат и все. Но он посчитал и считал, что, ну без этого ему результата не показать, понимаешь, потому что, ну что, там говорить, в то время ребята все были пивущие, что там было, это, чуть отпусти, и сразу по Магалинам побежали. Так было, тут ничего с этим не поделаешь. То есть была жизнь, да? Было, ну все, то поколение так выросло. Потому что, ну получали, ну 300, 400, ну что это, жизнь старость не обеспечишь за эти деньги. Ну вот так жили вот сегодняшним днем все. Если бы сейчас было, конечно, тысячи получали. Всякие же случаи были. Я помню, вы мне рассказывали про бразильский случай. Не надо лучше про Бразилию, да. Ну меня избили, не чуть, а реально избили. Могли убить, если б я... Вы зашли в фавелу, что ли, или что? Нет, ну мы не знали, мы были в Рио-де-Жанейро, как бы, нам сказали, вот дальше трех кварталов не ходить. Но мы не ходили, мы там гуляли, но так все было тихо, спокойно, и как бы мы немного расслабились с подругой. И мы поехали куда-то на экскурсию, там какой-то трамвайчик такой, знаете, как у нас, ретро. И мы вышли с подругой, а там такие вокруг виллы, нам сказали, вроде там церковь православная. Мы сошли, он так медленно поехал назад, а я смотрю, почему-то больше никто не вышел. Я подруге говорю, слушай, как-то странно, давай, может, и мы назад сядем. Она говорит, ну нет, тут красиво. Ну мы пошли, за нами там какой-то шел парень сзади на расстоянии, ну... А мы не обратили внимания, идем смотрим. А соседняя была фавела, и он там, видно, кому-то позвонил, он, да, по телефону говорил. Ну и там пришел товарищ и набросился. Фотоаппарат там выхватил у меня, и... А я не хотела давать, как бы, ну, какой-то рефлекс. Думаю, что я буду фотоаппарата свой отдавать? Ну и побил там меня. Побил, выхватил, убежал. Ну, потом уже местные там рассказывали, что надо было отдать, что у них там у всех оружие, могли просто и убить, и все. Я вот не лентяй по натуре, но я столько не мог работать, как футболист, как Старков. Я так помню, мы идем на обед уже, а он все поворотом бьет там. Ну, у него реализация была. Плюс, конечно, у нас еще был такой полузащитник, как Геннадий Владимирович Шитик, который тоже мог подойти и со штрафного просто забить. Я все вот жду, когда в Латвии второй Шитик родится, но пока не просматривается. Пока так никто не умеет исполнить стандартное положение, как Гена. Мы не хотим ехать, что ли? У нас и дорог нет, шоссе нет, негде бедному велосипедисту тренироваться. Я еду, он уже так едет по асфальту самым краюшком. Ну, хорошо, я знаю, что этот Латвии, что нельзя его зажимать где-то или чего-то. А очень много это не смотрят. Я что, сигнализую, чтобы дать дорогу ему. Ну, у нас маловато было питания. И Виктор Тихонов меня брал к себе на тренировки. И он мне брал на сбор в Кандово. Задача была такая. Вся команда хоккейная свои упражнения. Я также занимаюсь полный день, но стадион у меня был. И вот на стадион приезжаю. Я на стадионе занимаюсь. Там у них лестница такая, на которой я прыгал, брал 90 килограмм. А я 90-100 и на эту лестницу несколько подходов. Кстати, очень хорошее упражнение. Очень хорошее. Для ног, прыгучий, взрыв этот. Ну, и, значит, приезжает. Я там занимаюсь один. И вдруг фотограф подходит, снимает меня. Вот этот снимок сделан. Он снимает, он говорит, вы кто, защитник Сибири? А так даже был у нас Хатулев. Да. Он тоже здоровый. Да. А я говорю, да, да. Ну, потом они посмеялись там, все. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.